Победитель получает грант в размере 500 тысяч рублей. Это безвозмездно, это безвозвратно. За эти деньги он должен произвести научно-исследовательскую работу, которая позволит ему коммерциализировать тот самый научный труд в виде конкретного инновационного продукта, в виде предприятия, в виде какой-то услуги, которая может быть реализована, или в виде патента, который он сможет продать и на этом заработать. Мероприятие организовано Фондом содействия инновациям Республики Крым при поддержке Департамента научно-исследовательской деятельности Крымского федерального университета. Наконец-то появилась в Крыму реальная площадка, где каждый студент, получивший научные результаты, может их реализовать практически. Кроме того, на эту реализацию получить реальные деньги. Вот сейчас идет борьба, каждый отстаивает свой проект, и в результате кто-то из них выиграет 500 тысяч для реализации своих идей. Мне кажется, это хороший стимул для студентов, поэтому вот те 18 проектов, которые мы будем сегодня слушать, я считаю, что это нормальное, хорошее количество проектов, и меня как директора Департамента научно-исследовательской деятельности очень радует. В конкурсе приняли участие не только жители Крыма, но и представители материковой части России. Знаете, очень приятные впечатления, выступала первая, безумно боялась, потому что здесь все более свои местные, я к вам приехала, но очень приятно, что хорошо встретили, то есть вопросами особо не мучили, очень приятные члены жюри оказались, дали какие-то отдельные советы по моему проекту, и будет на чем подработать. Занимаюсь я изучением винограда, вируса винограда. Вот у нас есть такой проект в нашей лаборатории, где я работаю, и это был как раз-таки Крым. Вино, хорошо бы получать хорошее, качественное вино. На полуфинальном этапе молодые люди представляли проекты по пяти направлениям. Информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии, связанные с ними, новые приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!